И далее обсудим важные изменения в мировой политике. К нашему эфиру присоединяется Евгений Добряк, эксперт по международным отношениям и народный депутат Украины шестого созыва. Евгений Дмитриевич, рады видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте. Да, взаимно добрый день. Евгений Дмитриевич, давайте начнем с важной темы. Мы все следим сейчас за визитом Владимира Зеленского в США. Накануне президент Украины провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Чарльзом Брауном. Сегодня запланирована встреча с Джо Байденом, и Владимир Зеленский также обратится к сенаторам. Вот пресс-секретарь Совета нацбезопасности при Белом Доне Джон Кирби накануне заявил журналистам, что визит Зеленского пришелся на критический момент. Далее хочу процитировать. Сейчас как раз подходящее время для визита президента Зеленского в город, чтобы провести эти дискуссии из-за того, что происходит в Украине, из-за возросшей активности российских вооруженных сил по мере приближения зимы, а также из-за того, что происходит на Капитолийском холме, сказал Кирби. Евгений Дмитриевич, каковы ожидания от этого визита? Ну, знаете, действительно, визит очень важный. Он не анонсированный, он рабочий, но он имеет огромное значение. Хотя многие эксперты говорят, что вряд ли он непосредственно может повлиять на события, которые в первую очередь касаются внутриполитической повестки дня в Соединенных Штатах. И, к сожалению, Украина стала вразменный вариант внутриполитических событий в Соединенных Штатах и получения помощи военно-технической, финансовой. К сожалению. Потому что вопрос очень серьезный в повестке дня, который стоит сегодня между республиканцами и демократами. Это вопрос изменений в иммиграционное законодательство, который уже приблизительно около 20 лет стоит в повестке дня в Соединенных Штатах. Стоит очень остро. Однако, хочу сказать, что вот даже вчера начало визита было очень достаточно такое полноценное у президента Украины. Это встреча не только с Лоидом Остином и с руководителем объединенных штрафов Чарльзом Брауном. Это и встреча с представителем, главой распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Это встреча с руководством Всемирного банка, Мирового банка. Это очень важные встречи, которые касаются также финансовой помощи Украины. Это встреча с аналитическими центрами Соединенных Штатов. Это встреча с руководителями крупных военно-промышленных корпораций Соединенных Штатов, тоже которые играют огромную роль и играют важную роль в лоббировании интересов Украины для принятия этого пакета. И, естественно, ключевое это уже сегодня будет встреча с Джозефом Байденом. Рабочая, очень серьезная встреча, в которой будет рассмотрено достаточно большое количество вопросов стратегического характера. Ну и, естественно, ключевой момент это встреча в Сенате по приглашению лидера демократического большинства Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Маконелла и встреча со спикером Майком Джонсоном. Это тоже играет немаловажную роль. Повлияет это или нет? Я думаю, что повлияет. Почему? Потому что аргументация будет достаточно большая у президента Украины для того, что стратегически нам нужна помощь Соединенных Штатов. Почему? Потому что помощь Украине на сегодняшний день является системным вопросом, который обеспечивает не только европейскую безопасность, но и в первую очередь влияет на национальную безопасность и оборону Соединенных Штатов Америки. Сегодня стоит очень серьезная тенденция, очень серьезные вызовы для мира, для мирового порядка, для мировой глобальной безопасности. Мы сегодня видим, когда ось зла, которую представляет Россия, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, начинает расширять географию зон нестабильности в мире, которая может привести к очень неблагоприятным последствиям. Единственный момент, который может остановить этот хаос, как ни странно, это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и победы Украины на поле боя над Российской Федерацией. В ином случае это несет очень глобальные последствия, и мы это видим. Вопрос Украины, который стоял один, был в повестке дня, затем наступило 7 октября, когда география конфликта расширилась в регион Ближнего Востока. И фактически была на грани глобального конфликта в регионе Ближнего и Среднего Востока. Дальше мы видим напряженнейшую ситуацию, которая все равно остается в ино-тихоокеанском регионе, в регионе Восточной Азии, между Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, и Соединенными Штатами. Эта напряженность никуда не уходила, и эта угроза есть. Ну и мы видим, география расширилась уже и на Латинскую Америку. Мы видим, когда фактически крымский сценарий Российской Федерации против Украины, мы видим его в отношении Венесуэлы. Николаса Мадуро, который объявил о референдуме о присоединении и аннексии в 160 тысяч квадратных километрах территории Кооперативной Республики Гаяна. Это регион Эсакиба, который очень играет огромную роль, нефтеносный район с запасами 11 миллиардов баррелей нефти. И это может сыграть очень большую, нестабильную зону напряженности уже в Латинской Америке. Мы видим уже активность войск Бразилии на границе с Гаяной, и Соединенные Штаты реагируют на это. То есть география нестабильности возрастает по всему миру. География хаотических изменений мировых в плане глобальной безопасности и напряжения возрастает. И вот тут как раз стратегическую роль играет помощь Соединенных Штатов для Украины. Естественно, очень сложная задача у президента Зеленского, очень сложная. И я думаю, что здесь будем надеяться на то, что все-таки государственные деятели, не политики, а государственные деятели Соединенных Штатов Америки, которые прекрасно знают стратегические и геостратегические задачи Соединенных Штатов, дабы сохранить стабильность, дабы сохранить мировой порядок, и мировую стабильность, и глобальную безопасность, все-таки поймут, что помощь для Украины имеет огромное стратегическое значение. Мы будем ждать все-таки позитивных новостей из Вашингтона и Соединенных Штатов, но вопрос очень сложный и непростой, и требует очень больших решений. Да, если говорить еще о стабильности, то стоит напомнить и слова Джона Кирби, и Джо Байдена, и Владимира Зеленского, и о том, что если дать сейчас России возможность победить в этой войне, то этот конфликт далеко выйдет за пределы Украины, и тогда уже странам-членам НАТО придется воевать с Российской Федерацией, тогда прольется и кровь союзников этого альянса. И, собственно, в последнее время очень действительно много заявлений звучит о том, что, возможно, война Российской Федерации с НАТО, речь идет о том, что такой конфликт может произойти в период от 3 до 10 ближайших лет. В НАТО уверяют, что не собираются ждать, прежде чем Россия снова восстановит свою армию и военную промышленность. Это слова посла США в НАТО Джулианы Смит, и она говорит о том, что альянс готовится сдерживать и защищаться против любого вида агрессии России на территории НАТО, в частности, если Российская Федерация нападет на страны Балтии. Евгений Дмитриевич, как вы оцениваете сейчас нынешний военный потенциал, понимание всех угроз в странах восточного фланга НАТО? Ну вот как раз совершенно правильно вы говорите, страны Балтии, Польша, они прекрасно понимают все угрозы и вызовы, которые стоят перед ними. И они прекрасно понимают, что главный форпост для того, чтобы сдерживать Россию, дабы не было продвижения и расширения географии войны в Европе, это Украина. И на сегодняшний день, естественно, большинство европейских государств понимают это, не только государство восточного фланга, это понимает сегодня Германия. И мы видим, как она достаточно активизировала свою помощь для Украины. Понимает Франция, понимает Норвегия, Великобритания, которые фактически готовят план Б в случае, если вдруг, не дай бог, в Соединенных Штатах какие-то будут срывы по отношению помощи Украине. Вы знаете, вот Великобритания и Норвегия, Норвегия достаточно богатое государство с огромным суверенным фондом, которые готовы будут где-то как-то альтернативно заменить военно-техническую финансовую помощь для Украины. Естественно, все прекрасно в Европе сегодня понимают, что архитектура европейской безопасности сегодня уничтожена, ее нет. В центре Европы ведется кровопролитная война с линией фронта больше тысячи километров. Естественно, если, не дай бог, Украина проиграет, следующая Молдова, страны Балкии и Польша. Какие сроки, вы знаете, очень сложно сказать. Почему? Все мы читали эти аналитические доклады, где от 3 до 10 лет. Это все может быть намного быстрее, потому что если проигрыш западного мира в Европе состоится, то я не исключаю уже к этому конфликту подключение. Ирана, иные деятели, эксперты на Западе, они прекрасно понимают, что такого шанса для Путина они не должны дать. И я думаю, что все-таки здравый смысл и, ну, я думаю, и здравые силы на Западе победят вот этот вот конфликт интересов, который сегодня есть в плане выделения помощи Украины. К сожалению, мы оказались на этапе уже де-факто начала выборной кампании в Соединенных Штатах, где пошел огромный политический торт. Но как раз пошел политический торт не между государственными деятелями, а между политиками, которые, к сожалению, видят в стратегической перспективе только следующие выборы, а не геостратегическое влияние Соединенных Штатов на мировой арене, обеспечение стабильности мировой, глобальной безопасности, глобальной геоэкономики и так далее. И вновь о стабильности. Важно, наверное, подчеркнуть и вспомнить слова также президента Украины Владимира Зеленского буквально на прошлой неделе в обращении к лидерам стран группы «Семи» он заявлял, что главная надежда главы Кремля на следующий год это как раз разрушение единства Запада в поддержке Украины. И нужно этого не допустить. Далее процитирую. «Россия надеется только на одно, что в следующем году консолидация мира разрушится. Россия верит, что Америка и Европа проявят слабость и не сохранят поддержку Украины на должном уровне», отметил президент Украины. Но вы знаете, Евгений Дмитриевич, хорошее заявление сегодня сделал новый премьер Польши Дональд Туск. Он сказал, что ему тошно смотреть и слушать от некоторых европейских политиков, что они устали от войны. Все же, вероятно, нет еще тех угроз консолидации мира, о которых говорил Зеленский. Вы знаете, угрозы есть, к сожалению. Почему? Потому что, если мы берем Европу, есть угроза прихода ультраправых в определенных государствах, которые могут повлиять на стратегическую позицию определенных стран Евросоюза по отношению к войне в Украине. Да. Есть большая, огромная угроза смены стратегического курса в Соединенных Штатах, если к власти может прийти именно Дональд Трамп. И вы прекрасно знаете, какие это угрозы. Если бы Дональд Трамп остался на второй срок в Соединенных Штатах, то, я думаю, мы сегодня видели бы глобальную дестабилизацию, которая бы могла выглядеть в виде выхода Соединенных Штатов из НАПО. И вы знаете, это его была одна из стратегических целей. Это крайне опасно, которая повлияет на глобальную безопасность. Есть очень много факторов. Но, в другом смысле, если посмотреть, то действительно большинство все-таки стран мира, западного мира, демократического мира, они все-таки прекрасно понимают глобальную угрозу дестабилизации, которая есть, более сильной. И мы уже обсуждали с вами расширение географии конфликтов, которые, если вспыхнут, мы еще не взяли Индотихоокеанский регион, например, конфликты, которые могут вспыхнуть опять. Кашмирский, Индопакистанский конфликт, Индокитайский конфликт, Гималайи, Гибет. И так здесь, может, если полохнет по всему миру, это будет очень тяжелое-тяжелое-тяжелое последствие. Поэтому я думаю, что здравый смысл политиков Запада все-таки будет настроен на то, чтобы сохранить вот эту стратегическую стабильность и помощь Украине. Восстановление суверенитета территориальной целостности Украины. Победа Украины приведет к нормализации глобального мирового порядка, уважения к международному праву. Густаву ООН еще пока действующая организация, думаю, она потом все-таки будет реформирована и переформатирована. И тогда может быть совершенно другая архитектура системы нового мирового порядка, которая определит и всю дальнейшую геостратегию развития мира. Поэтому здесь на кону стоят очень серьезные вызовы и серьезные угрозы. Да, и сейчас Украина стремится не только восстановить свою территориальную целостность, но еще давайте как раз о других стремлениях нашей страны поговорим. Наша страна собирается стать полноправным членом и НАТО, и Европейского Союза. Уже на этой неделе состоится важный саммит лидеров ЕС в Брюсселе. Вчера, как мы все знаем, глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский Союз еще не принял решение о финансировании помощи и начале переговоров о вступлении Украины. Далее процитирую. Также у них, то есть у министров стран ЕС, есть сейчас на столе четыре решения. Это открытие переговоров о членстве в Европейском фонде мира, фонде поддержки Украины и санкций. Есть еще и пятое решение. Это о замороженных активах, но его еще нет на столе. Говорят, что завтра, послезавтра его положат на стол, тогда будет говорить о пяти решениях, заявил министр иностранных дел. И подытожил, то есть все еще подвешено в воздухе и продолжаются переговоры. Евгений Дмитриевич, как считаете, почему вновь важные решения решаются в последний момент? О чем говорит отсутствие решения, собственно, за два дня до этого санкета? Ну, вы же знаете, какая главная проблема и сложность есть по европейскому фонде. Европейская бюрократия, да, наверное, об этом? Ну, бюрократия это одно, а позиция Венгрии, которая, ну, крайне пророссийская, давайте говорить откровенно. Все нарративы российские мы видим в дестабилизирующих выступлениях и Орбана, и Сиарта, и всей верхушки власти в Венгрии, да, которая фактически блокирует и начало переговоров, и 50 миллиардов финансовой помощи от ЕС и так далее. Но еще более напряженная ситуация сегодня возникает с заявлениями канцлера Австрии. Вы слышали о том, что Австрия тоже выступает против, оказывается, переговоров о вступлении Украины, так как Украине не могут, как его цитирую, отдавать преференции, а где Босния-Герцеговина, он начинает приводить пример. И, соответственно, тоже вопрос финансовой помощи. То есть здесь достаточно, действительно, сложная ситуация. Но я думаю, что ключевые игроки Европейского Союза могут найти консолидированное решение и все-таки повлиять на эти государства в плане того, чтобы принять позитивное решение. Но Орбан, он имеет две составляющие. Это главный дестабилизирующий фактор. Первое, это все-таки зависимость от России в экономическом бизнесе, в вопросах и политических определенных. К сожалению, член Евросоюза и член Североатлантического Альянса. С другой стороны, он ведет все-таки торг с Евросоюзом по разморозке определенных средств, которые Брюссель должен выделить для Венгрии. И других преференций. Я считаю, что Европейский Союз все-таки должен кончать с вот этим либерализмом по поводу консенсусных решений в Евросоюзе, которые мешают стратегическим главным задачам. Есть, я уже неоднократно говорил, есть седьмая статья договора о Европейском Союзе, которая может ограничить права определенной страны, которые нарушают единство позиций Европейского Союза. В виде ограничения права вето, заморозка финансовой помощи, заморозка определенных программ от Брюсселя и так далее. И надо более жестко это использовать. Потому что, вот смотрите, одна Венгрия, ну какие есть проблемы с Швецией, да, протокол о вступлении в НАТО, который до сих пор не ратифицирован в Венгрии. Какие есть общие проблемы? Да никаких. Только единство должно быть, потому что Швеция полностью готова по всем параметрам стать членом Североатлантического Альянса. До сих пор этот вопрос не решен. Что мы говорим об Украине, когда главный союзник вне Европейского Союза и НАТО у Венгрии Российская Федерация, с которым бизнес по Росатому, по Газпрому, по нефтяным компаниям, по торгово-экономическим вопросам. Ну о чем мы говорим? То есть, естественно, здесь надо более жесткие решения. И я смотрю, что, ну, вот был же разговор у Зеленского с Орбаном, ситуативный в Аргентине на инаугурации Хавера Милея. Ну, был. И мы видели, что разговор был напряженный, судя по мимике, судя по тому, как это было. И я понимаю президента Украины, потому что один представитель Европейского Союза и НАТО, который фактически, фактически полностью может обрезать нам ситуацию нашей европейской интеграции и критически важной помощи для стабильного развития Украины в рамках полномасштабной войны, которая идет. Я его прекрасно понимаю. И многие дипломаты, мы же уже и приняли закон о нас в меньшинствах, мы уже и договорились о законе по образованию. То, чем спекулировала Венгрия. Ну, вы видите, какая позиция. Понятен полный приоритет Российской Федерации и российских нарративов. И единственный орган из Евросоюза спокойно ездит в Китай, спокойно встречается с Путиным, жмет руку всем представителям его делегаций и так далее, о чем мы говорим. То есть я думаю, что Европейский Союз должен более жестко действовать по отношению к таким представителям. Ну и работать надо сейчас срочно с Австрией, потому что это заявление канцлера Карла Негамера, оно достаточно такое, я считаю, негативное. Вот оно буквально, по-моему, вчера было его это заявление. Надо этот вопрос каким-то образом решать на уровне наших дипломатов. И не только наших дипломатов, а представителей Еврокомиссии и ключевых игроков в Европейском Союзе. Стоит, наверное, отметить, что вот есть сообщение от руководителя пресс-службы венгерского премьера Берталана Хаваши. Он заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, то есть уже завтра, выскажет свою позицию относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине. Послушаем, обсудим обязательно в нашем эфире. Но вот еще важно хочу такой вопрос задать. Кулеба также говорил о том, что из интересного было обсуждение последствий, если решение по Украине и по началу переговоров не будет принято. И сами члены ЕС в своих выступлениях подчеркивали, что это решение нужно принять не ради Украины, а ради самого Европейского Союза и его безопасности, и его процветания. И если такое решение не будет принято, это будет удар по Европейскому Союзу, сказал Кулеба. Евгений Дмитриевич, как вы переводите эти слова с языка дипломатии об ударе по Европейскому Союзу? Я вам скажу, если не будет принято решение в начале переговоров и о финансовой помощи Украины, то фактически Украина становится буферной зоной. Не партнером, не союзником Европейского Союза, которое сегодня воюет и обеспечивает и глобальную, и региональную европейскую безопасность своими жизнями своих людей, рунуванием всей инфраструктуры и всего, что есть в Украине, для того, чтобы сохранить безопасность и стабильность Европе. И фактически, если это не будет принято, да, это прямой вызов Европе. Дальше мы это с вами обсуждали, стоит на кону безопасность восточноевропейских государств. Страны Балтии номер один, Польша, и вы знаете, а дальше это уже как бумеранг может выйти с учетом сегодняшнего состояния, например, вооруженных сил Бундесфера Германии. Если в начале правления Ангелы Меркин, например, было 24 боеспособных бригады в Германии, то на сегодняшний день всего лишь 6. Ну, вы же понимаете, что это фактически только надо вступать, будет Соединенным Штатам, конкретно заводить свои войска в Восточную Европу, обеспечивать защиту территориальной целостности и суверенитета этих государств в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. Только таким вопросом. Вот прямая угроза этого решения, которое может быть негативно. Поэтому на сегодняшний день любыми способами мы должны добиться и начала переговоров, и получения помощи для Украины 50 миллиардов евро, которые есть. Потому что если альтернативный вариант, вы знаете, Европа представила его, да, в случае блокировки вот этих 50 миллиардов, на двухсторонней основе, выделение этих же денег только на двухсторонней основе Украина, каждое государство Евросоюза. Но это затянется во времени, и это может привести к экономическим последствиям и к экономическому коллапсу в Украине, что негативно скажется опять-таки на всех процессах, которые есть у Украины, как у воюющего государства против такого монстра, как Россия. Что ж, следим, наблюдаем. Напомню, саммит лидеров ЕС состоится уже 14-15 декабря в Брюсселе. Будем ждать позитивных новостей для Украины. Евгений Дмитриевич, вам огромное спасибо, что нашли время для Фридема и ответили на все наши вопросы. Евгений Добряк, эксперт по международным отношениям и народный депутат Украины 6-го созыва, был с нами в эфире Фридема. До новых встреч.